дорогие мои всем привет вы на канале натали мастер сегодня мы с вами будем вязать шапочку подробный мастер-класс ничего сложного взор очень красивый кто любит объемные шапки вам ко мне сюда за очередным эксклюзивом если вы будете использовать однотонную пряжу смотреться будет не менее эффектно ну а мы вот такая красотища новинка от линду нор скаф импане посмотрите можно связать из одного клубка простую шапочку и шарф здесь основное преимущество этого нежнейшего просто шнурочка красивое распределение оттенков нам рекомендованы спицы пять с половиной шесть состав 90 процентов нежной шерсти 10 нейлон пряжа легкая воздушная и очень-очень классно смотрится 240 грамм на 480 метров в клубочке красивые оттенки проходите в магазин и такой клубочек входит может вам достаться в составе зимнего секретного бокса моя шапочка удлиненная со скрещенными лицевыми красивая широкая резинка далее основной узор который мы будем постепенно с вами закрывает сокращать я очень люблю шапочки который создает объем на голове да у меня крупные черты лица лицо крупная поэтому мне такие шапочки шапочку можно носить подворачиваю внутрь мне нравится еще и такой вариант и наружу и внутрь чтобы убрать эффект бине удлиненный столько у меня осталось от клубочка нежные сиреневые серые переливы и разных тонов фиолетового полосочки чуть-чуть таракоты изысканно мой оттенок номер 9 и давайте посмотрим здесь удобно на этикетке пример да можно связать вот такую самую простую шапочку лицевую гладью и шарф что у нас здесь с вами будет араны у меня а ранистое настроение вам говорила немного платочной вязки и лицевая гладь прекрасный узор будем с вами дальше его используя шапочка градиент еще есть и сиреневого серый сначала потом какие-то полосочки за теле выйдут моя шапка прям прическу создает она связана на 12 раппортов соответственно 109 петель я набираю 108 плюс 1 петля для замыкания в круг раппорт узора составляет 9 петель и я набрала 12 раз по 9 это размер 58 для меньшего размера набирайте на еще 9 петелек меньше для большего соответственно но больше вряд ли может быть еще меньше еще на 9 на 18 петель меньше приступаем к вязанию а прежде я приглашаю вас свой магазин с доставкой по всему миру наталья мастер-стор проходите на сайт ссылка под видео выбор огромный это бобинная пряжа и самое самое лучшее клубочная от самых необыкновенных производителей мировых и все инструменты все разнообразие спицы крючков отдельными номерами все аксессуары и конечно же наборы много новинок а сейчас стартовали новые акции интересные посмотрите какие под видео тоже все напишу например 15 процентов скидка на всю бобинную пряжу любую очень выгодно новые подарки при первом заказе поэтому жду вас а мы начинаем я буду вязать шапочку из центральной части клубочка вот вынула центральную начинку она нежного сиреневого восхитительного оттенка набираем петли далее я смотрю чтобы не было перекручивания набираем одну дополнительную петельку для соединения вязания в круг и протягиваем первую петельку в последнюю и снимаем первую петлю с левой спицы подтягиваем хвостик еще раз проверяем что перекрут у нас нет и вяжем планку первый ряд лицевую я вяжу за заднюю стеночку изнаночную за переднюю у меня будут скрещенные только лицевые моя любимая резинка заканчиваем ряд изнаночная лицевая и второй ряд изнаночная далее будем изнаночную вязать за заднюю стенку лицевую тоже за заднюю для того чтобы она была скрещена лицевая изнаночную за заднюю стенку лицевая изнаночную за заднюю стенку и так все последующие ряды пока мы не достигнем ширины нужные нам планки так я провязала 16 рядов что составило примерно 8 сантиметров вы можете связать отворот если он вам необходим более теплая еще шапочка получится тогда мы вяжем следующий ряд наоборот там где лицевая изнаночная там где изнаночная лицевая внутреннюю сторону шапочки взгляните какой градиент из нежно-сиреневого светло-светло-серый пепельные очень красиво получается далее вы можете вязать лицевыми петельками взять на пол номера спицы поменьше и провязать просто лицевую гладь как внутреннюю сторону шапочки 14 или 15 рядов и далее мы переходим к вязанию основного узора первый ряд раппорт узора по кругу все петельки мы провязываем лицевыми готова второй ряд раппорт узоров обратите внимание какие у меня маркера прикольные новые вот тулипа в стены коробочках давайте повесим маркер с вами я тоже смотрю вам приглянулись они удобно 2 ряд мы провязываем после того как первый ряд весь провязали по кругу лицевыми мы вяжем 3 изнаночные за передние стенки 4 лицевые 2 изнаночные и так повторяем все девять петель раппорта 3 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 3 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные и так далее 3 4 2 будем к третьему ряду и провязываем весь ряд лицевыми на сколько где глазу образуется платочный узор весь третий ряд это лицевые петли четвертый ряд мы вяжем точно так же как 2 после маркера 3 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные это раппорт и повторяем 3 изнаночные то есть всего у нас их 5 до 5 чередуются с четырьмя лицевыми закончил четвертый ряд двумя изнаночными начинаем 5 ряд 5 ряд раппорт 3 лицевые за задние стенки далее мы скрестим 2 на 2 петельки и наклон нас будет влево я снимаю на правую спицу 2 петли провязываю 2 петельки лицевыми перекрещиваю и провязываю 2 лицевыми 2 лицевыми закончен раппорт и повторяем 2 3 лицевые далее перекрещиваем опять с таким же наклоном 2 петли снимаем 2 провязываем лицевой спереди подхватили перекрестили и провязали 2 оставшиеся 2 лицевые так до конца ряд заканчиваем ряд двумя лицевыми петельками и наконец шестой ряд 6 ряд мы вяжем как 2 как 4 то есть 3 изнаночные 4 лицевые так внимательно чтобы не было перекручивания за переднюю стеночку 2 изнаночные и так до конца 3 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные закончили 7 ряд 2 лицевые и теперь нам нужно будет перекрестить одну изнаночную с двумя лицевыми с наклоном вправо для этого нить перед работой снимаю изнаночную провязываю 2 лицевые сзади подхватываю изнаночную вынимаю правую спицу надеваю 2 петельки перекрещиваю и изнаночную провязываю лицевой далее мы скрещиваем опять 3 петли только теперь не одну на 2 а 2 на одну я снимаю 2 лицевые с наклоном влево будем скрещивать провязываю изнаночную лицевой спереди подхватываю 2 петли вынимаю правую спицу сзади перехватываю изнаночную которые провязаны лицевой и провязываю оставшиеся 2 лицевые петельки таким образом у нас наше перекрещивание получает развитие и заканчиваем раппорт 1 лицевой начинаем следующий раппорт 2 лицевые снова перекрещиваем сначала одну петлю на 2 с наклоном вправо не забываем внутренние петельки провязывать лицевой а теперь две петли на одну с наклоном влево перехватываю провязываю 1 2 1 лицевая и так до конца ряда повторяем раппорт очень ряд 1 лицевой следующий восьмой ряд мы весь провязываем лицевыми 9 ряд мы провязываем 1 лицевую и далее скрещиваем снова одну петельку на 2 нити перед работой лицевую снимаем провязываю 2 лицевые сзади левой спицы возвращаю лицевую вынимаю правую спицу подхватываю 2 петли и провязываю лицевой петлю в центре у нас 2 лицевые с прошлого перекрещивания образовались и далее мы скрещиваем 2 на одну 2 петли я снимаю на правую спицу провязываю провязываю лицевую спереди подхватываю 2 вынимаю правую сзади одну перехватываю и провязываю оставшиеся 2 петли лицевыми одна лицевая провязали раппорт и повторяем далее мы вяжем 10 ряд очень просто весь ряд лицевыми вот и все весь раппорт узора теперь повторяем с первого ряда наш узор первый ряд опять лицевыми мы провязываем и второй ряд после маркера мы начинаем точно также 3 изнаночные 4 лицевые вот они у нас четко над скрещиванием 2 изнаночные и повторяем 3 изнаночные 4 лицевые и до макушки вяжем основным узором так вот такая красотища у меня получается я провязала 3 раппорта полностью пока без вот его распределяются красиво цвета в однотонном варианте тоже будет естественно очень очень эффектно я провязала по высоте 15 сантиметров и это 3 раппорта плюс два ряда лицевой глади начала четвертого раппорта и еще один ряд 1 2 3 там где у нас с вами 3 изнаночные 4 лицевые 2 изнаночные теперь я начинаю убавки начинаем убавлять в чем наша с вами задача там где у нас 5 петелек так здесь мне еще осталось провязать так это 4 лицевые и еще 2 лицевые так вот круговой ряд мне необходимо сделать убавки там где 5 изнаночных а 4 лицевые мы с вами оставляем начинается у нас все с 3 поэтому я провязываю изнаночную одну а следующие 2 петли я провязываю вместе изнаночной вот так 4 лицевые теперь вместе 2 изнаночные как бы с одной стороны изнаночная и опять 2 вместе мы из 5 изнаночных получаем 3 таким образом у нас будет убавка 4 лицевые и и снова убавка 2 вместе изнаночной изнаночная убавка так весь ряд вяжем подхожу к концу первого ряда убавок и смотрите смотрите у нас была изнаночная и потом убавка соответственно 2 последние петельки после 4 лицевых мы провязываем изнаночной вместе тоже убавляя так следующий ряд после того как мы провязали ряд с убавками мы вяжем по такому же принципу как и обычно 2 лицевые у нас остаются и перекрещиваем 4 лицевых перекрещиваем с наклоном влево 2 на 2 лицевые далее 3 лицевые перекрещиваем 2 на 2 3 лицевые заканчиваем ряд после скрещивания 1 лицевая шестой ряд раппорта у нас будет вместо 5 изнаночных вы помните 3 и провязываем там где скрещивали 4 лицевые 1 2 3 4 3 изнаночные 1 2 3 4 3 изнаночные 7 ряд со скрещиваниями начало кругового ряда 1 лицевая нить перед работой снимаем изнаночные провязываем 2 лицевые перекрещиваем одну петлю на 2 с наклоном вправо провязываем петельку оставшуюся лицевой перекрещиваем 2 на 1 все как обычно только между скрещиваниями у нас с вами одна лицевая а не 3 продолжаем так вязать ряд 1 лицевая 1 лицевая между скрещиваниями готова далее 8 ряд раппорта лицевые провязываем провязываем весь ряд лицевыми так и здесь я свой один овал уже на укороченный поменяю очень быстро и удобно все готово 8 рядов мы с вами провязали и эти 8 рядов это и будет наш раппорт уже такой укороченный теперь мы вяжем еще один ряд лицевых как бы заново начинаем раппорт опять первый ряд раппорта лицевые первый ряд 2 раппорта с убавками лицевые 2 ряд раппорта мы с вами провязываем 2 изнаночные 4 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые так до конца ряда так далее 3 ряд раппорта это просто лицевые 4 ряд раппорта теперь вяжем так убираем маркер и вот вместе с этой петелькой нам нужно провязать изнаночной все три петли мы провязываем изнаночные убавляем и у нас остается 4 лицевые 1 изнаночная 4 лицевые 1 изнаночная и так весь ряд окно и вы догадываетесь соответственно пятый ряд у нас будет очень простой мы уже подходим к логе к логическому завершению это будет изнаночная и далее мы скрещиваем 2 на 2 лицевые и между скрещиваниями у нас останется 1 изнаночная и здесь я наверное перейду уже на чулочные спицы я люблю заканчивать шапочки на чулочных спицах логично да у нас раскручивается наша история обязательно вяжите со мной эту шапочку макушка красивая классный узор шестой ряд у нас будет изнаночные 4 лицевые изнаночная 4 лицевые там где жгутик значит на 4 лицевые следующий ряд нетипично мы провяжем весь лицевыми весь ряд вяжем лицевыми здесь должны быть у нас скрещивание в разные стороны а мы провяжем весь ряд лицевыми так после ряда лицевых мы вяжем так изнаночная и две петли вместе с наклоном вправо убавка две следующие лицевые вместе с наклоном влево изнаночная и повторяем 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе с наклоном влево изнаночная и так до конца сильно убавляем окушки так теперь провязали уже мало петель остается после этого ряд лицевых выходим на финишную прямую гуля все быстро на самом деле готова и наконец вяжем так изнаночная 2 вместе лицевой изнаночная 2 вместе лицевой и наконец два следующих ряда провязываем просто лицевыми и последний ряд по 2 вместе лицевой 2 вместе и потом крючок стягиваем и закрываем шапочку вот и все дорогие мои шапочка готова очень носибельная эффектная необычная с изюминкой и давайте посмотрим на макушку я ее разложила за счет объема это настоящая шапка берет можно носить будет ее по-разному с отворотом без отворота и посмотрите как красиво замыкаются все наши арановый сучок и Субтитры сделал DimaTorzok